Это программа Политпрайм. Традиции отношений народа и власти в России таковы, что личность главы страны и его отношения с личностью главы региона имеют огромное значение. Это просто невозможно игнорировать. Выборы губернатора Хабаровского края во многом определяют жизнь нашего региона, то есть нашу с вами жизнь. И значение имеет все. В том числе, кто именно выдвигает его кандидатуру. В прошлой программе мы уже выяснили, что кандидатом в губернаторы может быть только представитель одной из партий. И на этой неделе выяснилось, какую кандидатуру выдвигает партия Единая Россия, крупнейшая партия страны. Поэтому сегодня в программе Максим Иванов, секретарь Хабаровского регионального отделения партии Единая Россия, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. Здравствуйте. Здравствуйте, Вячеслав. Давайте все-таки начнем с выборов в Хабаровском крае. Какие задачи ставит перед собой Единая Россия на выборах? Причем я говорю не только про губернаторские. Есть ли желание взять реванш за то, что было пять лет назад? Ну, давайте разведем понятие цели и задачи. Цель у любой политической силы, особенно у партии Единая Россия, партии власти, партии президента. Цель, конечно же, на выборах побеждать. Тем более, если это партия Единая Россия, партия, как вы сказали, абсолютного большинства и так и есть. Если бы мы были какая-то молодая партия или партия аутсайдер, для аутсайдера, конечно, заявиться на выборы и сама цель просто себя пропиарить, показать, кто я, что я, чтобы люди увидели за эту партию. Если это партия лидер, как мы, конечно, это цель победы. Если это новая партия, то она идет на выборы для того, чтобы создать себе какое-то имя. Поэтому цель, конечно же, победа. Но если говорить об уровне задач этих выборов, то задачи, конечно, уже у нас для достижения этой цели абсолютно понятные и четкие. Это доверие граждан, это конкретные дела, это сформировать пул депутатов муниципальных, депутатов законодательной думы, тех людей, которые не в кабинетах сидят, не чиновников, а тех людей, которые действительно идут от запросов людей. Поэтому цель побеждать, а задача все-таки к победе, это выборы в сентябре, и чтобы нам, граждане, оказали это доверие. Можно сказать, что выводы после выборов 2018-го, особенно 2019-го, готовы были сделаны. В краевое партийное руководство пришли совершенно новые люди, но вы в их числе, да? То есть у нас краевая партийная верхушка поменялась, по-моему, на 100%? Владислав, ну, новые люди – это отдельная партия, и к руководству «Единая Россия» никак не приходили, да? Ну, они украли хорошее название. Украли, да. Но если говорить серьезно, без шуток, то, конечно же, мы за это время переформатировались, однозначно сделали выводы о том, что вы вспомните, что 2018-2019 год партия «Единая Россия» потерпела поражение, но все-таки это не спорт. Это люди оказали недоверие и помогли нам перезагрузиться, помогли нам понять, чего хотят от нас люди, соответственно. И, как вы видите, это время, эта пятилетка пошла нам на пользу. В 2019 году у нас всего было два депутата Законодательной Думы. То по истечению сейчас пяти лет мы видим полноценные фракции в Законодательной Думе края, в Хабаровской городской думе, председатель Хабаровской городской думы, член партии «Единая Россия». Поэтому здесь, конечно же, проведена работа, большая перезагрузка, и мы с новой командой, с новыми силами и с губернатором Хабаровского края Дмитрием Викторовичем Демешиным идем на эти выборы единой командой. Ведь мы «Единая Россия», поэтому «Единая команда» идем. Переходим к самому главному вопросу. Действительно, партия «Единая Россия» выдвинула кандидата в губернаторах Хабаровского края Дмитрия Демешина. Да, при этом он не является членом партии? На днях прошла партийная конференция, на которой было принято решение о том, что Дмитрий Викторович Демешин идет на выборы губернатора от партии «Единая Россия». Вы с ним перед этим общались? Возможно, обсуждали единую стратегию? У нас буквально незадолго до конференции была встреча Дмитрия Викторовича с секретарями первичных отделений партии, с партийным активом, где было общение, вопрос-ответ. И я вижу, что у нас с Дмитрием Викторовичем сходятся цели и задачи, и общее понимание того, как мы все вместе будем развивать Хабаровский край. Вы в прошлом с ним по работе встречались, но мы судим пока со стороны, но знаем, что у него репутация такого серьезного борца с коррупцией. Да, я это слышал до этого, но сейчас в последнее время, конечно же, мы общаемся чаще, и я вижу, что у него не сама цель, знаете, вот тут борется не с чем он, а зачем он борется. Ведь борьба с коррупцией – это не сама борьба с коррупцией, это есть у этого причинно-следственные связи. Если достижению цели развития Хабаровского края мешает халатность, значит, нужно бороться с халатностью. Если достижению цели мешает все-таки у нас лень, либо бездействие, то нужно бороться с этим бездействием. И здесь уже нужно понимать больше не с чем мы боремся, а зачем мы боремся. И, конечно, здесь Дмитрий Викторович всем конкретно обозначает задачи, ведь все-таки говорит, давайте работать на благо края, тем более его назначил президент Российской Федерации Владимир Владимирович Путин, оказал ему доверие. А мы, как партия президента, конечно же, видим, что он является проводником президентских задач здесь, в регионе. И мы в этом, конечно, во всем будем поддерживать и поддерживаем. Можно ли сказать, что назначение главой региона прокурора с очень несолидным подслуженным списком – это все-таки какой-то сигнал региональным элитам, причем не только хабаровским, всем? Ну, знаете, если это сигнал региональным элитам будет во благо жителям хабаровского края, то это же хорошо. Я знаю точно, что жители это поддерживают. Конечно. Само слово прокуратура может вызывать какую-то боязнь или страх только у тех людей, у которых что-то не в порядке, есть скелеты в шкафу. Но если ты работаешь честно, правильно и, как говорится, с направлением на людей, то все у тебя будет в порядке. Ведь Дмитрий Викторович говорит о чем? Что он будет опираться на глав муниципалитетов, на глав городов, на районные собрания. То есть он готов работать с теми, кто хочет служить Хабаровску, Хабаровскому краю в целом, ну и нашему государству. Ведь он не просит от чиновников чего-то сверхъестественного. Он хочет просто выполнять свои задачи. И тогда он сказал, я буду вас защищать. Многие слышат это как наказание, а я говорю, это как поощрение. Представляете, губернатор, который стоит за своих сотрудников, за своих чиновников, но только за тех, кто служит государству и выполняет те цели, которые ставит перед нами президент Российской Федерации. Можно ли сказать, что поддержка, которую получил Владимир Путин на последних выборах, все-таки 87%, для него это очень много, позволяет ему теперь избавляться от коррумпированных чиновников на всех уровнях. Но не случайно, в последнее время очень много говорят об очень громких отставках и уголовных делах на самом высшем уровне. Но вот можно даже сказать, что таков был как бы наказ избирателей перед выборами? Ну, знаете, я думаю, здесь именно поддержка не зависит от того, сильнее или меньше президент борется с коррупцией. Сейчас просто перед нами стоят большие вызовы, и президент про них говорит. И большие вызовы, и большие планы по развитию государства. И у нас, как у партии президента, конечно же, эти планы стоят, и мы их выполняем. И если для этого, для достижения этих целей мешает коррупция, если для достижения этих целей мешают конкретные люди, коррумпированные, конечно, от них нужно избавляться. Просто вы же понимаете, что, ну, я думаю, от этого не зависит, там, сколько проголосовало или как, есть путь развития государства. И я же в предыдущем вопросе сказал о том, что мы не боремся с чем-то, вопрос, зачем мы это делаем, а делаем мы это за тем, чтобы наше государство развивалось. И те цели, которые мы в себе поставили, они были достигнуты. Вот только лишь поэтому, я думаю, в последнее время так это ярко выражено. Ну, не могу не спросить о вашей работе в государственной дубе. Вы, прежде всего, представитель Хабаровского края в нашем федеральном парламенте. Вообще, депутаты из Хабаровского края обвиняют там свои усилия? Там есть как бы фракция Хабаровского края, либо на первом месте партийная иерархия? Я бы не разделял партию и задачи по развитию Хабаровского края, либо Российской Федерации. Государственная Дума – это федеральный орган законодательной власти. Там пишутся законы, по которым наша страна живет, да, правила игры, я так называю простым языком. Нет там отдельного комитета по развитию Хабаровского края, да. Есть отдельный комитет по развитию Дальнего Востока. И вообще, в целом, все принимаемые законы идут также для развития Хабаровского края и всей страны. И в стране Хабаровский край занимает сегодня одно из ключевых мест. Мы – восточная столица России. Мы не просто так говорим о развитии. И об этом говорит временно исполняющий обязанности губернатора Хабаровского края. И я рад, что наши цели по развитию страны совпадают. И, конечно же, депутаты от Хабаровского края, политику Хабаровского края, именно наказы жителей в Государственной Думе отстаивают. Но отстаивают вместе со всеми депутатами. Ведь неважно, депутату от Москвы, там, я не знаю, от Сибири, тоже важно развитие Дальнего Востока. Про то, что говорит президент. Ведь мы все выполняем задачи, которые перед нами ставит глава государства. Ну а в Хабаровском крае у нас высшее должностное лицо субъекта. На сегодняшний день это Дмитрий Викторович Демешин. И если нужно бороться с коррупцией для достижения развития Хабаровского края, бороться с нерадивыми чиновниками или с людьми, которые мешают, неважно, это может быть даже бизнес. Мы часто говорим про чиновников. Но, может быть, бизнес не хочет для того, чтобы наш край, наш город развивался. И с ними будем в этом направлении работать. Ведь мы должны быть единая страна, единая цепь, которую невозможно разорвать. Тем более сейчас при тех вызовах, которые перед государством стоят. Ведь мы все-таки единая Россия. И мы должны работать вместе, бок о бок, с людьми. Спасибо. В студии Политпрайма был Максим Иванов, депутат Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации. После короткого перерыва поговорим, легко ли быть молодым, когда ведешь здоровый образ жизни.